В вопросе предоставления социальных услуг уязвимой категории граждан Верхнедвинщина одна из показательных в области. Район в числе первых внедрил социальное обслуживание пожилых и людей с инвалидностью на дому. Сегодня услугами соцработников, а их здесь порядка 120, пользуются 916 жителей 96 населенных пунктов района. По объективным причинам число получателей такого вида помощи растет. К сожалению, людей с инвалидностью не становится так уж меньше. В силу обстоятельств определенных, как говорил начальник управления, что это связано еще с тем, что конечно увеличивается продолжительность жизни, а соответственно где-то появляется больше людей, которые имеют инвалидность. Порадовало то, что в Верхнедвинском районе не так много детей инвалидов. Я услышала, что обследованы люди, которые проживают одиноко, одинокопроживающие люди, одинокие. Им предоставлена возможность иметь сотрудника учреждения, который приходит и оказывает им помощь в приобретении лекарственных препаратов по наведению порядка. Это очень важно. Сегодня в Верхнедвинском районе свыше 4000 одиноких и одинокопроживающих людей, более 800 граждан с инвалидностью. Такие цифры были озвучены в ходе заседания райисполкома с участием спикера Верхней палаты парламента. Вопрос номер один. Какие условия создаются для данной категории граждан и какая помощь оказывается? Услуги соцработника и няни, предоставление материальной помощи, технические средства реабилитации, организация досуга – это малая часть того, что делается. Особый акцент здесь должен быть на вовлечении в жизнь общества. Например, актуальным для людей с инвалидностью остается трудовая адаптация. Что касается трудоустройства людей, у которых есть инвалидность, конечно, сегодня мы акцентировали внимание на том, что мы совсем недавно принимали это законодательно, что предприятия должны определять такие места, где могли бы работать люди, имеющие инвалидность. Поэтому, конечно, некоторые коррективы в решении исполкома были внесены для того, чтобы было приложение к решению исполкома, раз уж такой рассматривается вопрос серьезный, где должны быть определены предприятия и какое количество мест будет предусмотрено на этих предприятиях или в организациях учреждений для людей, имеющих инвалидность. Это очень важно, чтобы люди, которые имеют инвалидность, могли быть интегрированы в общество. Они должны работать, если могут по своему состоянию здоровья, еще раз повторюсь, они должны быть в социуме для того, чтобы чувствовать себя более комфортно. Не гнаться за показателями, хотя и они важны прежде анализировать каждую ситуацию, видеть и слышать человека и учитывать его интересы, уверена Наталья Кочанова. И это касается не только соцзащиты. В ходе заседания поднимались вопросы реализации госпрограммы «Комфортное жилье». Как решается вопрос благоустройства в районе? Важной частью программы посещения Верхней Двенщины стала встреча с депутатами местных советов.